Здравствуйте, дорогие мои телезрители! Добрый вечер, если он действительно добрый в нашем охваченном безумием в стране. Итак, предвижу первый вопрос, отвечаю на него сразу. Мне сегодня перед выходом из дома подогнали еще один блок, буквально за 15 минут до выхода, пока я с ним возилась, пока я его распечатывала. В спешке схватила не эту футболку. Но согласитесь, что вот это замечательное творение наших художников, по-моему, это Вася Ложкина, хотя я не уверена в этом, оно очень хорошо подходит к теме нашего сегодняшнего разговора. Ибо мать – это святое. Ну и так. Итак, начнем. Сегодня будут вопросы, которые мне приходят в комментариях на блог. Мне их задают иногда и просто так знакомые задают, и на почту присылают. Но самый часто повторяемый вопрос – сколько времени продлится это безумие, творящееся вокруг нас? У меня три ответа. Как любое великопустное искушение, оно должно пройти к Пасхе. Но поскольку с Пасхой у нас в этом году в Санкт-Петербурге проблемы, то я не уверена, что Господь Бог сочтет, что у нас достаточно веры, чтобы к Пасхе все это прекратить. Так что, наверное, оно продлится и дольше. Затем, значит, самый чернушный вариант – до Нового года как минимум. Потому что нам много работы. Сначала надо освоить максимальное количество тестов. Это же какие деньги, соответственно, попило, откаты. Потом надо разработать вакцину. Потом надо вкатить в население под возможную будущую эпидемию пару миллиардов доз. Нам говорят, что эпидемия будет зимой, а вот зима начнут вкатывать. Но можно еще сначала протестировать кандидатов на антитела, чтобы не входить ни в тому. Потом протестировать на результаты. Ну, потом из Китая выплатят еще новый вирус. Все начнутся сначала, и так до тотального экономического краха. А потом всем уже станет все пофиг, будет не до вирусов. Они, я думаю, сдохнут сами собой. Ну, и третий вариант, самый, так сказать, реальный. Знаете, как говорят, пессимист, оптимист и реалист. Вот первый, значит, оптимист, который изучает русский язык, это к Пасхе. Пессимист, который изучает английский язык, это к Новому году. А реалист, который изучает автомат Калашникова, говорит так. До тех пор, пока всем не надоест. А когда всем надоест, сразу выяснится, что ученые уже разобрались, что эпидемия не такая и страшная, и вообще она уже закончилась. Если больные остались, да, это статичное явление. Ненадежные тесты, и вообще вирус летом на жаре дохнет. Мне другой интересный разбой полетов-то будет. Вот если будет, обещаю держать вас всех в курсе всего, что я накопаю в интернете. Обещаю торжественно. Итак, заинтересовалась я сегодня течением так называемого шведского эксперимента. Для тех, кто не знает, говорю, Швеция – это государство, правительство, которое сказало, что карантины объявлять не будут. Сказали примерно меры предостороннейшие для тех, кто не хочет заболеть, а вообще-то люди сидят в кафе, ходят по улицам, то есть считается, что это их проблемы. Вон ты на какой-то музыкальной тусовке 7 человек заразилась, ну, надо же мозги иметь, ходить на музыкальную тусовку, где куча народу за границу ездит, и потом еще на прием. А я решила посмотреть, какие результаты. Ведь по идее в Швеции нет каратина, там, ого-го, сколько должно быть больных. Ну, знаете, в чем фишка, дорогие товарищи? Вы все видите графики, да? Везде говорят абсолютные цифры. В Штатах там 330 тысяч больных. Но когда я увидела, что везде говорят абсолютные цифры, я сразу подумала, что это какая-то наколка. Потому что в таких случаях абсолютные цифры не называют никогда, всегда называют относительные. Ну, там, на миллион населения, на сто тысяч населения, или в процентах. И вот, к сожалению, я забыла свою бумажку, поэтому буду говорить по памяти, что я насчитала. Но любой человек может влезть в гугл и произвести те же подсчеты. В Швеции больным где-то 0,1%. В странах, где карантин проводят, ну, от 0,1% до 0,2%. В общем-то, вот и вопрос, а за что боролись? Я понимаю, что если бы там, где-то не проводят карантин, было 0,2% населения, а в Швеции 2%. Ого! Вот какие шведы недальновидные. А заболеваемость-то одна и та же. Так вот вопрос. Действительно, ребята, за что боролись? За что мы такие потери несем? Ради чего? То, что у нас нет эпидемии, ну, скорее всего, и не было бы. Вот сейчас спрашивают. Ой, говорят, в Москве увеличилось количество больных. Мне как-то стало странно. Еще две недели карантин увеличилось количество больных. Я предположила, почему это. Погладила по интернету. Точно. Это не количество больных увеличилось. Это количество тестов увеличилось. Понимаете, когда надо смотреть количество больных, надо обязательно делать выборку на одной и той же базе. Кого мы тестируем? Мы тестируем поголовное население, мы тестируем людей с первичными признанными ОРВИ, мы тестируем тяжелых, которых привезли в больницу. А то получается, что в одних странах один принцип, в других странах другой принцип. Как их можно вообще сравнивать? Вот и вопрос. То есть, ну, количество тестов, соответственно, увеличилось, увеличилось количество больных. И, как говорят, большая часть коронавируса вообще протекает бессимптомно. А давайте мы протестируем население Москвы целиком, не пожалеем на 15 миллионов тестов. Вдруг мы выясним, что эпидемия была два года назад. И что у нас там 95% населения с антителами. А что? А вдруг? В общем, как-то это все очень несерьезно. Понимаете? Это, опять же, нагнетание истерии. И ничего конструктивного личного я пока не вижу. Ну, а все идет, как и предполагалось. Например, нашла я такую статейку, что в университете Джона Хопкинса в Соединенных Штатах некий доктор Кристиан Боммер и профессор Себастьян Волмер, не знаю только, в каких областях они работают, построили математическую модель и нашли тут страшный факт, что официальные данные о случаях заболевания коронавирусом страшно занижены. Как это они выясняли? Они взяли количество смертей, взяли инкубационный период, построили математическую модель, обратили ее в прошлое и выяснили, что для этого количества смертей, там, две недели или три недели назад, должно быть гораздо большее количество заболевших. Ну, математика – дело святое. Только нас всегда учили, что уравнение может иметь несколько решений. Например, они проверяли свои данные на такую вещь, как приписки. Все банально. Например, не будем называть страну, но в одной из стран, сильно пострадавших от коронавируса, просто обвинили их Минздрав в том, что они завышают смертность, чтобы получить материальную помощь в ВОЗ. Далее. В некоторых странах, например, людей, умерших от коронавируса, либо дают деньги на погребение, либо хоронят за государственный счет. Так если дедушка умер, почему не сунуть врачу 10 евро, чтобы он написал нужную справку? Наконец, никто не проверяет, это человек, умерший от коронавируса, или человек, умерший от инфаркта, с перепугу того, что он заболел коронавирусом. Коронавирус подтвердился, умер от него. Опять же. Ну, все эти, конечно, уравнения не учитываются, но вывод, вывод, естественно, традиционный. Вывод такой, что снимать действующие во всех странах ограничения, то есть карантины, нужно только на основании снижения заболеваемости, смертности нельзя. Надо выявлять новые случаи заражения, то есть что? Протестирует максимально большое количество населения. То есть купить населению за государственный счет, тесты за 50 долларов штучки, протестировать, кто бы сомневался. В общем-то, вывод, конечно, предсказуем. Теперь, значит, мне пришел тут в комментариях фраза. Вы делаете примитивные ошибки. Смертность от гриппа 300-650 тысяч на гораздо больший охват людей. Это учитывая вакцины. Неужели всем государствам так хочется остановить производство, разрушить экономику, что они по малейшему и незначительному поводу начали этого делать. Государству идут на непредусмотренные расходы, чтобы поддерживать идею мифа. Ну, во-первых, расходы не предусмотрены, но весьма выгодны очень многим деятелям от медицины, которые будут стараться на эту идею мифа поддерживать. Попилы, откаты, финансирование и т.д. Не забывайте, господа, о коррупции. Она никуда не делась, и она не только в России, и в России она не самая крупная. И слишком много людей имеет в этом деле свои интересы и будут поддерживать идею мифа. Но тут, наверное, председатель ВОЗ сказал, что коронавирус гораздо опаснее, чем свиной грипп, потому что там смертность в 10 раз больше, чем от свиного гриппа. Я выяснила, что смертность от свиного гриппа в принципе известна, а вот заболеваемость от свиного гриппа никто толком не знает. Поэтому смертность там говорят от 10% до половины процента. Так что тут можно говорить все, что угодно. Ну, а наши данные ВОЗ о гриппе, Всемирная организация здравоохранения, официально, абсолютно официально. Цитирую. По оценкам, ежегодная эпидемия гриппа приводит к 3-5 миллионам случаев тяжелой болезни и к 290-650 тысячам случаев смерти от респираторных заболеваний. То есть дают 10% смертности. В промышленно развитых странах большинство случаев смерти, связанных с гриппом, происходит среди людей в возрасте от 65 лет и старше. Во время пиковых периодов заболеваемости клиники и больницы могут быть переполнены. Ничего не напоминает? Вот это-таки ничего. Вот совершенно ничего. И не говоря же о том, что до 3-5 миллионов случаев тяжелой болезни мы еще не дошли, и мы настолько далеко от этой цифры. А это ВОЗ пишет о ежегодном гриппе. Да. Ну вот, еще циферка тут выскочила в интернете. В Италии в 2019 году за 93 дня умерло 166 тысяч человек. В этом году 150 тысяч. Это уже какие-то данные, от которых можно танцевать. Вот мне задали еще вопросик. Как быть с реальными съемками очереди скорых в Москве? И тут мне как раз подогнали записку в блоге врача-реаниматолога Аликова, Александра Аликова. Надо сказать, сразу скажу, что пост – очень хорошая запись. Давайте немножко почитаем. И вот пишет, пятница, полдень, непривычно пустые притихшие улицы Москвы. Редкие автомобили нарушают тишину. В основном это машины скорой помощи и так далее, и так далее, и так далее. Они формируются в одну цепочку и движутся к нашему госпиталю. Караван из них нескончаем. Это самая знаменитая фото – больница и очереди скорых. Ну так вот, в Москве 254 больницы и 424 филиала. Если всех пациентов с пневмонией, бронхитом, плевритом, тяжелой ангиной, тяжелым УРВИ направлять в одну больницу, примерно так, в общем-то, и получится. То есть будет огромная очередь из скорой. Более того, когда у меня лет 6 назад одна из внучек заболела ротовирусом банальным, но ее по малости веса и возраста решили отправить в больницу, так мать с ней сидела в скорой помощи в течение нескольких часов перед детской больницей. Больница была переполнена, так что ребенка нашлось место только в реанимации. Никто ничего не кричал, ни о каких эпидемиях. А в эпидемии ротовируса вообще никто никогда не кричит. Хотя реально смертность от ротовируса стоит, по-моему, на третьем месте в мире по числу смертностей. И все-таки группа риска там не старики от 65 лет, а дети до 5 лет. Согласитесь, что все-таки опасность для человеческого сообщества совершенно другая. А они кричат ничего. Ладно, читаем доктора. Тесты на коронавирус делают всем пациентам уже в приемном отделении при поступлении. То есть, когда их кладут в скорую, им уже эти тесты не делают, а когда приводят, уже обратно не вывезешь. Затем делается компьютерная томография. Из тысячи развернутых коек уже заполнено около 800. То есть, что же надо понимать, что в Москве до сих пор на пике, можно сказать, эпидемии всего 800 тяжелых больных? Эпидемия, ничего не скажешь. Дальше тяжелые поступают в реанимацию. Там три реанимации, которые все переоборудованы под легочный. Вот в его реанимации, сейчас скажу, на день написания этого поста. На день написания поста в трех реанимациях 51 пациент, из них 9 человек на ИВЛ, на всю Москву, в разгар эпидемии. Подавляющее число больных на ИВЛ старики, но есть и молодые. Ну, конечно, есть. Бывают не молодые с астмой, с обструкцией, бывают дети с обструкцией. Всякое бывает. Ну, вот как-то так. Но, понимаете, реаниматологи – это особые люди. Вот у меня есть книжечка «Реанимация» купленная, просто записки врача-реаниматолога. И он рассказывает, как они вытягивают больных, причем это какой-то там, даже не областной, наверное, центр, учитывая, что там есть горбольница и госпиталь, какой-то вообще район, чуть не районный центр, наверное. Он рассказывает, как они, каких больных они вытягивают. И понятно, что, понимаете, реаниматолог, он просто заточен на то, чтобы бороться смертью до конца. И поэтому каждого умершего человека они рассматривают как потерю. Но общество не может себе этого позволить, иначе мы просто погибнем. Мы еще об этом поговорим сегодня. Но зато пришел совершенно жуткий пост про положение в Лондоне. Я не знаю, я, честно говоря, не верю, что это правда. Тем более, что в Лондоне смертность очень невелика. Но это пишет Ольга Салаухина, дочь писателя Салаухина. И все-таки я немножечко расскажу. Она пишет, вот послушала, как одна подружка с насморком вызвала врача, и он к ней пришел, три восклицательных знака, что эта бедная замотанная докторша пришла, в общем-то, к мнимой больной, подруга еще была возмущена, почему у нее не взяли тест на коронавирус. Но ее послушали, посмотрели горло, выписали лекарства и оставили дома. Или телеграммы читаю, там советуют, сами не лечитесь, вызывайте врача. Вот это вызывайте врача. У меня, то есть у нее, у Ольги Салаухиной, вызывает изумление. Еще какой-то Роспотребсоюз ходит, делает тесты на корону и пишет, ребята, вы не понимаете своего счастья. Это недостижимые мечты для нас, жителей Лондона, столицы европейского государства. Когда я училась в школе в 60-е, еще в 70-е годы, у нас была учительница географии, которая со своим мужем, уж не знаю, военной, по-моему, на нее был, в заграничных контингентах, она объездила много-много стран и говорит, да, там действительно хорошо жить, там уровень жизни выше, чем у нас, но пока вы не заболели. Как только вы заболели, все. Ну вот она пишет. Представьте на минуточку, что вы в Москве, в квартире, лежите один, вы понимаете, что вы очень серьезно заболели, у вас температура уже две недели, вы не можете подняться с постели, вам очень тяжело дышать, и вы одновременно знаете, что к вам никто из врачей не придет, совсем и никогда. Вам запрещено приехать в госпиталь, вам никто ни за какие деньги не сделает коты легких. Вы обречены играть в самую страшную рулетку в своей жизни. Задохнетесь ли вы, или ваш организм вас вывезет. Единственное, что вы будете слушать по телефону, по автоответчику, сидите дома. Вы будете просить, чтобы вам привезли антибиотики, но вы будете слушать только записанное сообщение по телефону. Сидите дома. Один знакомый англичанин умолял привезти хотя бы парацетамол положить по двери. Ему врачи ничего не привезли, привезли соседи. Я не знаю, это правда или нет. Мне не верится, что вот такое может быть. И не то, что в Лондоне, но даже в столице какой-нибудь экваториальной Африканской республики. Но вот человек пишет, он там живет. Он пишет, что во всем мире врачи обмениваются способами лечения коронавирусов, а в Лондоне этого нет. Протокол, применяемый во всем мире, не утвержден английским здравоохранением, поэтому принято решение, коронавирус не лечат в Англии ничем. Ну, там количество жертв, в общем-то, невелик. Но если там действительно привозят в госпиталь умирающих, тогда понятно. Отменена вся страховка. Я, например, платила за самую дорогую страховку 20-летнюю. За какие деньги я не смогу ничего сделать. Отменены все платные лечения. Все медицинские учреждения перепрофилированы под больных корон и закрыты. Если у тебя заболел зуб, вырывай сам ниткой, как во время войны. Ни один зубной врач во всем Лондоне не принимает, даже сильную зубную полью. Подозрения на аппендицит? Не знаем таких слов. Может, само пройдет. Отменены все химиотерапии, плановые операции. По телевизору показывали мои двух детей, у которых рак. И она проходила курсы химиотерапии, они отменены. Она теперь умрет в сентябрю. Таких историй множество. Причем все эти факты рассказывают прямо с экрана и все больше случаев среди знакомых. Меня недавно спрашивали, почему наши люди вдруг стали уезжать из Великобритании. Решили, что их высылают, что их выдавливают. Нет. Из наших уехали абсолютно все олигархи, даже те, кто ненавидел Россию. Уехали все, кроме тех, кого сразу арестуют на российской границе. Уехали вообще все, кто может. Несмотря на закрытое небо и отсутствие полетов, я точно знаю, что два дня назад борт одного русского олигарха прилетел, забрал своих взрослых детей и все-таки вывез. Они три дня сидели на низком старте, получится или нет. Все-таки получилось. Их доставили полетному полю маленького, заросшего травой аэропортика, прямо в самолет. Удалось спастись, так и говорили. Тоже, конечно, паника. Но все же. В общем, люди, молитесь на нашу российскую медицину. Я на нашу российскую медицину стала молиться давно, когда прочитала про медицину в США. Это отдельный мрак. И в США действительно, особенно в городе Нью-Йорке, значительно больше заболевших в процентном отношении к населению, чем в каком-то другом месте мира. А почему? А вы знаете, вот есть такой американский сериал, недавно на него набрела «Закон и порядок» называется. Это типа убойного отдела про Нью-Йоркскую полицию и правоохранительные органы. Но фишка в том, что это не сериал, который снимали американцы для американцев. И, в общем-то, чтобы быть ближе к народу, показывали реальную американскую жизнь. И вот в том Нью-Йорке медицину не заметила практически вообще. То есть много дорогих платных врачей, но на все 50 серий, не меньше, которые я просмотрела, больницы показали два раза. Это были такие, извините меня, места, которых в России, по-моему, уже просто не осталось даже в самых зачуханных райцентрах. Ну вот. Хотя, понимаете, ассигнования, я вот тут залезла в Википедию, да, ассигнования на медицину в Соединенных Штатах самые большие в мире. Но на что? На науку. На науку, на высокие технологии. То есть вот если какой-нибудь олигарх в Саудовской Аравии захочет вылечить редкую-редкую болезнь, он ее вылечит в Лондоне. Он заплатит там несколько миллионов долларов и вылечит. То есть вот все медицины высоких достижений, там разве-то шикарно. Просто шикарно. А что касается низового здравоохранения, то там, конечно, все достаточно мрачно, потому что оно все платное и очень дорогое. Сейчас, когда счета за коронавирус выписывают под 100 тысяч долларов, просто обычному человеку это не поднять. И у нас обошел пост нью-йоркского медика, которого поразили последние слова умирающего от пневмонии человека. Доктора, кто будет за все это платить? То есть его это шокировало, и многих, которые у нас, которые постили, это шокировало. А мне это не шокировало, потому что если этот человек, отец семейства, добытчик, и он понимает, что безумный счет за его лечение придется оплачивать семье, которая и так останется без кормильца. В Соединенных Штатах есть некоторые фонды для неимущих слоев населения. Ну, там почти 20% не имеют медицинской страховки. То есть они должны за любую болячку платить частоганам. Что есть? Естественно, они к врачу не пойдут. То есть они пойдут, когда уже умирать будут. Поэтому такую у них заболеваемость и разогнали. Что люди сидят дома до последнего, когда уже припрет, а потом вызывают врача. Естественно, заражают во всех вокруг себя. В общем, можно много говорить о медицине в Соединенных Штатах, но мы сегодня не об этом. Немножечко говорим. Мне очень позабавило, по-моему, даже в одном из комментариев отсылка к известному стихотворению Корнея Ивановича Чуковского. Я думаю, вы даже догадывались, о чем речь. Стихотворение называется «Тараканище». И когда пройдет эпидемия до конца, мы, конечно, будем знать, насколько это точно. Но в принципе, в общем-то, конечно, похоже. Так, следующий комментарий забавный, что мой собеседник Щербаков напоминает анархиста. Он долго смеялся, потому что он действительно в 90-е годы был анархистом. По-видимому, это сохранилось во внешнем облике и в манере ведения во всем. Вопрос следующий. Вы не задавались вопросом, как этим воспользуются власти? Не задавалось, потому что... Чем властям пользоваться чем-то? Вот скажите, пожалуйста, что нужно власти? Власти нужно, чтобы народ ей подчинялся, чтобы народ ее поддерживал. Оно и так, извините меня, находится уже в очень тяжелом положении, потому что, как говорится, сказав «А», надо сказать и «Б». Положение совершенно неопределенное. Начинать первыми, пока число заболевших увеличивается, заканчивать тоже как-то страшновато. В общем, властям в данной ситуации, конечно, не позавидуешь. Так что пользоваться ими тут совершенно никак. Вы же не эпидемиолог. Какие вы можете делать выводы? А вы, дорогой товарищ, не информационник, и выводы мои оспаривать не можете, поскольку я у человека 10 всевозможных эпидемиологов и инфекционистов точно прослушала. И все-таки кое-чему научилась. Ну, теперь я хочу вам зачитать некоторые наиболее интересные пассажи из комментариев. Вот смотрите. Создается такое впечатление, что итальянцы умышленно убили своих стариков. Возьми здорового старого человека и вырви из родных стен, запрети встречаться с родными, скажи, что он смертельно болен и брось без медицинской помощи. Стариков в Италии не лечат, тогда зачем больницу забирают? И он обязательно умрет. Да вы знаете, почему меня еще удивляет такой крик вокруг коронавируса? Потому что я очень крайне циничный человек во всем, что касается политики. Особенно социальной политики, особенно социальной политики капитализма. Я совершенно четко понимаю, что касательно социальной политики всем капиталистическим государствам, а других у нас практически сейчас нет, Куба и Северную Корею пока считать не будем все-таки, им же эта ситуация, в общем-то, выгодна. Поскольку более умирает 90% умерших пенсионеры, если они умрут, соответственно, уменьшается нагрузка на пенсионные фонды, уменьшается нагрузка на социальную медицину. Страховым компаниям выгодно, потому что не надо платить страховки за лечение болезни, которыми эти люди обременены, потому что относительно здоровые даже старики умирают редко. Вот у моей знакомой мать взяли в больницу, еще до этой истории в больнице, она заболела коронавирусом. Я спрашиваю, ну как бабушка? А бабушка там и хорошо, за 70, не за 80. Ну как, говорит, посопливила два дня и все, уже выписали. Сейчас как огурчик. Так что даже старики не все от этого дела умирают. Но ситуация, она выгодна. И почему капиталистические правительства этой выгодой не пользуются, то есть они пользуются, конечно, я не понимаю. Или, например, в Италии. Вот я читаю, у нас есть форум, на форуме есть разные посты, и вдруг пишет человек, живущий в Италии, что если у меня будет коронавирус, у меня лечить не станут, потому что я родился раньше 76-го года, это 45 лет, я что-то не понимаю. То есть если он заболеет, и он старше 45 лет, его они возьмут в больницу? И тут не совсем понятно, то ли они действительно поставили крест на своих стариках, а то ли у них такие больницы, что у старика больше шансов выжить дома. Не зря же у нас госпиталя в Италии дезинфицируют. Понимаете, еще раз говорю, в том, что происходит с коронавирусом, очень много факторов, и нельзя учитывать какой-то один. Это и тестирование, это и состояние больниц, это и возрастной состав населения, и четвертое, и пятое, и шестое, и куча всего. До того, что надо очень четко различать причины смерти, что сейчас не делают, но об этом мы уже говорили на прошлом эфире. Следующее пишет. У нас в Владивостоке ходят маски только клинические идиоты, никто не верит в вирус, не болеют ни родственники, ни соседи, ни сотрудники. Что это за эпидемия, когда больные объявляются только в телевидении? Ну, в моем окружении тоже, в общем-то, нет ни одного больного коронавирусом. Но я уже говорила, что одна наша фурумчанка из Владивостока писала, что они еще в январе переболели какой-то страшной дрянью орвишной, но поскольку они и по симптомам похожи на коронавирус, но поскольку никто тогда про него не знал, то на это не обратили внимания. Может, они потому сейчас и не болеют? Дальше. Следующее. В Москве аналогично. Ни я, ни моя родня, ни знакомые, ни знакомые знакомых не болеют. Отделения для коронавирусных все открываются. Не знаю, откуда в них везут людей. Показывают в интернете какие-то вереницы скорых. Две недели дома и куча болезней обеспечена. Вот это точно. Если какая-нибудь бабушка, отсидев 3-4 недели в четырех стенах, когда отменят карантин, радостно выйдет на солнышко, она тут же свалится с вирусником, со всеми вытекающими, в том числе до пневмонии. Вот еще пример шизы. У знакомого в Москве в квартире сверху коронавирус. Затопили его, а сантехники в квартиру не идут бояться. Перекрыли стояки, сидят неделю без воды. О чем можно сказать? Нет комментариев. Панику сеяли главным образом телевидение. Ни одного врача с именем на телевидение не пустили. Но врачи с именем много в интернете. Но надо же понимать, что такое телевидение. Это же не советское ТВ, которое что ему сказали, то оно и транслирует. На телевидении сидят журналисты. А журналисты что? Во-первых, как сказал Леша Чербаков совершенно правильно, журналист всегда ищет сюжет пострашнее. А во-вторых, в журналистике есть такое явление, как поток, информационный поток. Если все из каждого утюга везде кричат про коронавирус, а ты будешь вдруг говорить про надои, что это идиот какой-то, все про коронавирус, а ты про надои. Тебе редакторы просто не выпустят. Так что телевидение покажет в первую очередь состояние умов на самом телевидении. И как они будут от этого выбираться, я пока не знаю. Как будут восстанавливать прежнюю работу с информацией, смогут ли ее восстановить. Это все, знаете, очень сложно и непонятно. Еще комментарий. Давно вы в кафе-то были? Где там анонимный Wi-Fi? Везде надо зарегистрироваться по номеру мобильника, чтобы получить Wi-Fi. Первый раз слышу. В кафе я последний раз была за несколько дней до объявления карантина с компьютером. Мне прекрасно дали логин и пароль, ничего не спросив. Несколько месяцев назад, когда да, было постановление, что все должны авторизовываться, пару раз спросили паспорт, а потом кому оно надо? Оно вообще кому-то в кафе надо? Расскажите подробнее в эпидемиях в СССР чумы и оспы. Когда, гуляя по интернету, опять же, в подготовке еще к первому эфиру, я набрела на две эпидемии, про которые тогда никто ничего не знал. Точнее, про первую эпидемию чумы мне рассказывал еще Рэм Севолодович Меркулов, сын заместителя Берия Меркулова. Потом я посмотрела подробности. Ситуация была следующая. Был чумной центр, по-моему, в Поволжье, я не помню, в каком городе. Но гугл в помощь тем, кто захочет узнать подробнее. И врач, который проводил там эксперименты, он заразился чумой. А чумой врачи иногда время от времени заражались. Но это все-таки тяжело. Не знаю, это он приехал в Москву, выступил на конференции чумологов, потом свалился. Его привезли в больницу. Врач диагностировал чуму, как поступил врач. Врач сообщил, что это похоже на чуму, закрыл дверь и сказал, что он и я остаемся тут. И они остались в этом закрытом помещении. Они оба умерли. И врач умер. Он до последнего ухаживал за своим больным коллегой, который заболел раньше. Потом умер и сам. В дело включились НКВД. Мгновенно проследили все контакты. Мгновенно всех заперли в карантин. Буквально в течение одного дня, как только выяснилось, что это чума. И, в общем-то, было, по-моему, 3 или 4 случая. Остальные не заразились. И об этом даже никто, собственно, и не узнал. С эпидемией ОСПа было сложнее. Там, по-моему, даже Москву закрывали на карантин в конце 50-х. Там какая была история? Был некий художник, который съездил в Индию, побывал на похоронах Брахмана, вернулся обратно, сходил к любовнице, пообщался с ней, пообщался с кучей друзей. Приехал домой, пообщался с женой. Потом заболел, его привезли в больницу. Он быстро умер. Но стали делать вскрытие. И тут, на счастье, города Москвы, там присутствовал старенький дедушка, по-моему, из Ленинграда, патологоанатом. Его пригласили на вскрытие. Но умер человек непонятно от чего. Дедушка посмотрел, а он-то был еще из тех врачей, которые своими глазами все это видели. Сказал, батенька, да это черная ОСПа. Ну, опять же, к делу подключилась НКВД. Там мгновенно, опять же, вычислили все контакты. И не только контакты. И любовницы, и контакты любовницы, и всех друзей. Более того, он нескольким своим друзьям и женщинам подарил подарки. Те часть подарков снесли в комиссионку, выяснили судьбу всех подарков. Выяснить через комиссионные, каким-то образом сумели выяснить, кому все это продали. Ну, Москву все-таки на карантин прикрыли, но серьезной вспышки не было. И опять же, в газетах об этом не писали, криком не кричали. Кому надо, те знали, а так-то прошло незамеченным. Но это были достаточно серьезные болезни. Вот еще женщина пишет. Моя бабушка была врачом. Их тогда еще студентами, молодыми врачами посылали на все возникавшие в то время эпидемии. Так вот, из всех сред защиты у них были только марлевые повязки. А больных и контактировавших они изолировали, часто занимая на других помещениях в одной комнате, разделяя их лишь простынями, развешанными на веревках. А из препаратов у них были хозяйственные мыла и йод, в лучшем случае спирт. И никто из их группы ни разу не заболел. Современным врачам вдолбили в институте, что эпидемию остановили только благодаря вакцинации. Ну, в общем-то, конечно, так оно и есть. И карантины применялись, и вакцинации. Но когда говорят о большой смертности среди врачей, тут стали проверять, по-моему, все тут же нашу многострадальную Италию. И что выяснили? Да, смертность среди врачей. Только в эту статистику вошли, например, врачи, которые давным-давно на пенсии. Не только эпидемиологи, а какой-нибудь стоматолог, который 20 лет уже на пенсии, в возрасте за 80, он умер от коронавируса. Его тоже включили в статистику именно врачей, а не простых смертных. То есть тут тоже определенный мухлёж есть. Хотя, конечно, врачи тоже заражаются. У нас во время эпидемии гриппа тоже врачи заражаются. Но, кстати, я спрашиваю тех, кто работает. Да нет, говорит, заражаемся, но не очень. Как-то так. В масках ходят, помогают. Дальше, следующий комментарий. Люди сидели несколько недель в своих тесных квартирах не из-за паники в соцсетях, а из-за того, что это власть им так установила. Нет, друзья мои, власть нам ничего не устанавливала. Поскольку, это как называется, режим самоизоляции. Поскольку я в эпидемию, человек, который не верил в эпидемию в городе Санкт-Петербурге, нет, если бы я находилась где-нибудь в Италии, в Милане, я бы сидела дома. Я вас уверяю, там реально была эпидемия. Но в эпидемию в Санкт-Петербурге я не верю. И поэтому я все время хожу по улицам, я езжу на метро, меня никто никогда не остановил, никто никогда не спросил, что я делаю. То есть, кто хочет сидеть дома, те сидят дома, кто не хочет сидеть дома, те не сидят дома. Вот такой какой-то подход у нас. А вот очень занятный пост. У нас есть города и городки, где нет ни одного зараженного. А люди сидят дома, боятся в соседний магазин выйти. На аргумент, что у них больных ноль, отвечают, где-то тоже был ноль. А теперь там ужас, и не поспоришь. А самое прикольное, что эти же люди, как огня, боятся прививок от гриппа, и каждый год жестоко им переболевают. Ну, что можно сказать? Это из области массовой психологии. Вообще телевизор страшная вещь. Вот у меня очень мощный иммунитет к информационным вирусам, но не абсолютный. И когда я готовилась к этому эфиру, я читаю материалы, официальные материалы, читаю новости на Mail.ru, я обычно пользуюсь этим новостным сайтом. И я постепенно начинаю верить в то, что все в мире настолько страшно, что дальше некуда. Потом берешь цифры, считаешь, берешь симптомы, берешь смертность, сравниваешь. Да нет же, нет этого! Читаешь опять. То есть это действует на всех. А я еще раз повторяю, у меня-то иммунитет. Иммунитет достаточно сильный ко всем этим вещам. Дальше пост, который меня возмутил. Невежество, помноженное на коммунистическое безролитие к чужой жизни и смерти, измеряемое исключительно в процентном соотношении. Так вот, уважаемый мой комментатор, единственный режим, который не был безразличен к жизни и к смерти, а не только к деньгам, это как раз коммунистический режим, который с самого начала поставил во главу угла, что человеческая жизнь ценнее денег. По поводу чего у нас все время кричат, ой, как же, они там хлеб реквизировали, они буржуев уплотняли, силили рабочих из казарм. Так вот, это единственный режим, который не был равнодушен. А если мы скажем, что это не имеет что помноженное на капиталистическое безразличие, то тут мы будем правы. Из-за сотни погибших людей никто никогда не будет останавливать экономику целой страны. Раз это происходит, значит, дело в чем-то другом. А вот теперь давайте поговорим о посте, из-за которого я перепутала футболку. Буквально последний момент мне скинули. Это некая дама, ее зовут Ольга Туханина, она, по-видимому, блогерша. Пишет следующее. Будем читать. Достоевский любил ставить перед своими читателями необычные задачи с нравственной подоплекой. Вы бы взяли миллион рублей, чтобы знали, что где-то в Китае тотчас умрет незнакомый вам старый китаец. То есть, если бы вы согласились убить неизвестного вам старого китаца за миллионы, если бы вы остались не подсудны, при этом убить так, что вам и делать бы ничего, не пришлось, чтобы кивнуть. Бред традиционный. Я вообще очень не люблю Достоевского. По крайней мере, сам писатель, ставя и решая нравственные задачи, преспокойно промотал в рулетку драгоценности жены, и никакие нравственные судороги ему не мешали. То есть, кто-то еще, конечно, специалист по этике. Ну вот, можно попросить переформулировать в соответствии с днем сегодняшним. Перед вами 50 человек. Через два месяца они точно умрут. Эти граждане России не самые лучшие. Лукаши, старики, обжор. Обжор-то при чем? Если вся страна просидит два месяца по домам, то этих людей можно спасти. Погибнут бизнесы, вы потеряете деньги, многие потеряют работу. Это понятно. Но можно ничего не делать, и тогда эти 50 человек погибнут. Пойдет на такую страну, целых 2% роста ВП лишимся. Я поняла, на этой чаше весов лежат 50 человек, которые, может быть, не умрут от коронавируса. Но это не важно, что алкаш через год умрет от цирроза печени, старик умрет через год от инсульта, а то, не дай бог, что похуже. По мне, так лучше пневмония, чем 2 года лежать после инсульта. Но это не важно. Давайте наполнять другую чашу весов. Ко мне тут регулярно, уже несколько лет, такой сайт Добро Мейл.ру посылает сообщение. Сразу говорю, я не буду обсуждать тот вопрос, что это могут быть жулики, которые зарабатывают на лесском сострадании. Я просто не хочу это обсуждать. Если это так, как говорится, бог им судья, но не похоже. Не похоже они на жуликов. Это реальный, по-видимому, фонд. И вот один из фондов, который пользуется этим адресом, во имя жизни, который помогает детям, больным муковисцидозом, это болезнь страшная. И это генетическая болезнь легких, которая как раз осложняется очень тяжелыми пневмониями. И фишка-то в том, что это дети. То есть, понимаете, если продлить жизнь старику на 5 лет, он через 5 лет все равно умрет. Все мы смертны. А если продлить жизнь этому несчастному ребенку, то через 5 лет, может быть, лекарство будет. И он вообще проживет долгую, полноценную жизнь. И вот они собирают деньги на дорогие, безумно дорогие лекарства для этих детей, чтобы излечить их от пневмонии, чтобы купить им кислородные аппараты, чтобы они могли нормально дышать. В любом случае эти дети. Они делают это более-менее успешно. И тут вдруг после начала карантина мне приходит письмо, что фонд «Во имя жизни» собирает миллион рублей на свою дальнейшую работу. А почему? У них были спонсоры. Спонсоры, которые оплачивали офис, зарплату сотрудникам. И сразу предвижу возражение. Если кто-то посмеет сказать, что они должны работать бесплатно, пусть вспомнит сам. Он-то хоть бесплатно, хоть что-то делает, хотя бы мусор состями бесплатно выносит. А сейчас эти спонсоры лишили своих заработков, не могут их поддерживать. Если фонд прекратит работу, умрут десятки детей, для которых он собирал деньги. Вот вам вторая чаша весов госпожа Туханина. Это люди, которые реально умрут из-за того, что страна лишится 2% ВВП. Я не буду говорить про другие случаи, просто продолжим читать ту даму. Я в сети давно манипуляцию чувствую за три версты. Сегодня принято манипулировать цифрами. А мадам, простите, манипулирует чувствами. Мне все было интересно, почему же нам такое разогнали. А я поняла, почему. Потому что интернет работает как увеличительное стекло. Также работал журнал «Огонек», когда писал о голодоморе. Интернет берет одного человека, показывает его под мощнейшим микроскопом и говорит, посмотрите, какой ужас. Вот тут точно то же самое. Посмотрите, какой ужас. Да, ужас. А дети, умирающие от пневмонии, не ужас? Меня еще удивило, там есть одна девочка, понимаете, у них раньше не было практически статей с пометкой «Срочно». Сейчас они появились. Срочно, срочно, срочно. И вот одна девочка, умирающая от пневмонии, которой срочно надо собрать 200 тысяч, уже 200 тысяч они не могут собрать уже две недели. Не могут, понимаете? Поэтому я прошу всех, кто меня слышит, зайдите на «Добро мою ру». 100 рублей – это чашка кофе. Выберите кого-нибудь из детишек, которых там показывают, передайте ему 100 рублей из счета мобильного. У вас 20 тысяч, соответственно, человек 15-20, мы так спасем. Вообще не любит Достоевского. Очень сильно. У нас такие вот вещи. Ладно, продолжим. Республика Алтай, Южные районы являются природными очагами бубонной чумы. Каждый год фиктируются случаи заражения людей, бывают даже летальные исходы. Никто ничего не закрывает. Только объявляют, не жрите сусликов и мойте руки. Эпидемия не расходится. Еще циферочка тоже из интернета. В 2017 году в США умерло на 300 тысяч человек больше, чем годом раньше. В США в 2017 году умерло 2,8 миллиона человек. Но как раз у них там почти 350 миллионов. Просто подели на дни в году и посмейся, как тебе ездят по ушам, смертывайся в 1-2 тысячи день. При этом абсолютную цифру, сколько умер в этот день, не говорят. Тех, кто умер обычным порядком, тоже надо хоронить. А вам показывают гробы с мешками и рефрижераторы. И говорят, что не могут похоронить 7 тысяч за 4 месяца. Пусть у нас получится. Блокаду на саночках с лопатами больше хоронили. Ну, опять то же самое. Опасность, конечно, не так велика, но она существует. Даже и 2% летальности, даже и 1% все равно повод и причина применять карантинные меры. Вы переживаете за то, что ущерб, нанесенный в результате паники, этих мер будет большим, чем тот ущерб, который способен причинить вирус. А давайте мы дальше пойдем. А почему мы снялись на 1%? Давайте 0,1% тоже повод и причина. И 0,01 повод и причина. Почему мы проводим границу здесь, а не здесь? Давайте мы скажем, что 2 человека больные любой болезнью это повод и причина применять карантинные меры. Вот у нас в этом году 2 человека в стране заболело проказой. Давайте мы все сядем сейчас по квартирам, будем сидеть и говорить, ой, мы боимся проказа. 2 человека же заболели, правильно? Ну, что касается второй чаши весов, давайте ее тоже наполнить. Там еще все пока не подсчитано, но мне вот заинтересовали 2 сообщения в колонке криминальных новостей. Они однотипны из разных областей России, но однотипны. Это в одном случае убийство семьи, мать, отец, сын, но не очень молодые, или в другом случае убийство соседа. Сценарий убийства абсолютно тот же. Оба убийцы геймеры, оба на карантине сидели, играли, переиграли. И в полуссоры с соседями решили не так, как положено у людей, а так, как положено в той игрушке, которую они играли. Это тоже жертвы карантина, правильно? Если бы карантина не было, геймер ходил бы на работу или еще чем-то занимался. Может быть, всего этого и не было бы. Госпожа Прудникова и господин Щербаков, интересно посмотреть на вас, когда вы коронавирусом заболеете. А давайте посмотрим, как вы, уважаемый, заболеете проказой. Сидите дома всю жизнь. Как тот, устроите себе карантин для себя от всех болезней. Как тот, премудрый пескарь. Жил-дрожал, умирал-дрожал. А зачем жил? Следующий комментарий. Школу разокрыли не потому, что дети болеют, а потому, что они прекрасно разносят этот вирус. Да, конечно. Только то, что дети разносят этот вирус, стало известно значительно после того, как у нас закрыли школу. Тогда считалось, что они им не болеют. Ух, так. Ну вот, наш замечательный, я уже на него ссылала, генеральный директор ВОЗ Тедрос Атханом Гебриесус сравнил опасность COVID-19 и свиного гриппа. По его словам, в период пандемии свиного гриппа зародилось около 1,6 миллиона человек. Ну, наконец-то сказал. А то там самые разные были цифры. И 200 тысяч, 300 тысяч. При этом только 18 449 случаев оказались летальными. И он подчеркнул, что число жертв коронавируса уже превысило эту цифру в 10 раз. Что надо делать? Как что? Остановить смертельное распространение коронавирусной инфекции можно за счет раннего выявления случаев заражения, тестирования, изоляции, отслеживания контактов. Покупайте, господа, тесты по 50 долларов, как можно больше. Еще не закончилось. Кстати, меня вот заинтересовал еще один момент. Я подумала, что, конечно, фармкорпорация у нас производит вакцину. Ну, а кто способен одномоментно произвести такое колоссальное количество одноразовых халатов? Да, тех же самых тестов, только одна страна в мире. Так что надо и на китайцев смотреть. И, наконец, я как раз сейчас делаю любопытную статейку. Получила интереснейшую информацию. Статейка еще не надела, но, по-видимому, она подтвердится. А именно, уже в 2015 году лондонский журнал Nature писал, что американские военные лаборатории проводят опыты с коронавирусом у летучих мышей, выводя вирус, который может передаваться людям. При этом, как вы думаете, откуда брали летучих мышей? Брали их из провинции Ухань. Причем опыты были успешные, ученые возмущались и предупреждали, что это страшно опасная может быть эпидемия. Китайцы сейчас обвиняют американцев, что они то ли завезли, то ли закинули вирус. Но вот еще несколько данных. Например, одну из лабораторий, которые обвиняли в участии в этом проекте, все это было до 2019 года. Несколько раньше. В Северной Каролине закрыли в августе 2019 года, а буквально через 2-3 недели газета New York Times сообщила о странной вспышке, о типичной пневмонии среди военнослужащих США. Причем она быстро, на момент публикации уже было 205 случаев, то есть не факт, что после этого, вследствие этого, но вполне возможно, что вирус как раз нас оттуда и удрал. И именно американцы занесли его в Китай, а не китайцы в Америку. И тут еще очень странный момент. Один, я все-таки много слушаю эпидемиологов, и начинаю понимать. Вот один из наших ведущих эпидемиологов объяснял, почему им нужен живой вирус из Китая, который китайцы вам порно не давали. А зачем вам вирус? Вот вам геном нарисовали, и будете довольны говорить, нет, для изготовления вакцины нужен первичный штамм вируса, потому что, проходя через людей, вирус ослабляется. То есть нужен штамм из источника заражения. Вы сегодня читаете заголовки, написано, в США доставили вирус для изготовления вакцины в Москве. Это как? Так у нас получается, что источник заражения все-таки Соединенные Штаты? Ну, не будем пока говорить о том, что не доказано, но вот такая информация у нас ходит. И ходить будет, поэтому темна вода во областях, я буду следить за этой темой и буду регулярно стараться информировать, невзирая на свою резко ухудшенную дикцию. Так что терпите. В моей дикции тоже виноват карантин. Теперь продолжение ролика. Это небольшой кусочек ответа на вопросы по красному террору. Я уже говорила, что я не буду отвечать на вопросы касательно царской семьи. Они способны прочесть тысячу комментариев, из которых 99 абсолютно бессмысленные. 99 процентов. Не хочу я всего этого читать, поэтому будем задавать вопросы только из-под ролика под красным террором. Кто задавал вопросы в предыдущих двух роликах про Николая II, про царскую семью, пишите их в комментариях под этим. Я на них обязательно отвечу. Как я отношусь к творчеству Солоневича? Положительно или? К творчеству Солоневича я отношусь хорошо. Во-первых, он интересно и лихо пишет. Во-вторых, не соглашаясь с ним в целом, он пишет много вещей, с которыми я просто не могу не согласиться. Ну и, наконец, просто интересно. Понимаете, можно ведь, когда бы вы знали, из какого сора растут цветы, не ведая стыда. И можно получить столько информации из любой литературы, что просто на удивление. Ну и читать его люблю. Хорошо пишите все-таки. Интервенция в интерпретации советской истории – это миф. Не было ее как таковой. Если ты лучше говорит про иностранные войска во время гражданской войны, то больше всего было китайцев на стороне большевиков. Китайцы реально принимали участие в боях, а войска Антанта особо не сыграли никакой роли. Ага, конечно. Особенно Чехословатский корпус, который официально являлся подразделением французской армии, ну никакой роли не сыграл. Кроме того, что именно он развязал гражданскую войну и долгое время был самым боеспособной частью вообще во всей белой армии. Кроме того, войска, то, конечно, количество войск было невелико, а вот денежные и материальные вливания были весьма существенными. То есть, опять же, правительство стран интервентов, они с большим удовольствием сплавляли своим белым союзникам всю заваль, которая осталась от военных запасов. Так что, они фактически финансировали белую армию. Без них война бы закончилась гораздо раньше. И, наконец, когда наши выкатили в ответ на требования выплатить царские долги, наши выкатили странам антанты счет за интервенцию, особо никто не спорил. Это была интервенция? Была. Были и военные советники официальные, и войска были, хоть и в небольшом количестве. Тут спорить не о чем совершенно. Она реально существовала. Так, теперь пост, который не совсем поняла, но который содержит много мифов. Если начать разбираться в истории, то можно прийти к очень крамольным выводам. Ну, например, гражданскую войну развязали все же красные. На стороне белых было много представителей низших классов, а верхушка большевиков была во многом из высших классов. Ну, был факт сотрудничества большевиков с центральными державами, это мне пусть уточнят, а гражданскую войну развязали все же белые, поскольку именно те, которые впоследствии станут белыми, они пытались поднять мятеж против Совнаркома 26 октября. И именно генерал Корнилов начинал самые первые военные действия в 1818 году, да и, собственно говоря, нищих Салаватский корпус не отнесешь к большевикам, ни правительства Самарской учредилки сибирского правительства их войска не отнесешь к большевикам, как бы ни хотелось, белые, белые. На стороне белых было много представителей низших классов, ну, как сказать, мобилизованные были на стороне и тех, и других. Но со стороны белых почему-то мобилизованные охотнее бегали к красным, чем наоборот. Верхушка большевиков была во многом из высших классов, это никогда и не скрывалось, да, собственно, народ без руководства образованных людей сам по себе мало что может. Он может ломать, но не строить. Странный комментарий. Так и не понял, как там с боржами с белогвардейцами. Очень нужно. Как там с боржами? Ну, с боржами очень интересно, потому что боржа это переходящая сказка, это переходящая сказка еще со времен французской революции. Ну, не знаю, как во время французской революции, может, у них было много плавучих средств, и они не могли найти иного способа, кроме как загнать туда кучу священников и утопить. А во время гражданской войны к остаткам материальной части царской России относились трепетно. Поэтому иногда на боржах устраивали плавучие тюрьмы. Да, что было, то было. Но я не знаю ни одного реального случая, когда бы людей загоняли в боржу и в этой борже топили. Вот извините, конечно. С боржи могли скинуть, привязав камень к ногам. Это да. Но только не вместе с ней. Так что боржи, которые топят, это легенды. Боржи, которые плавучие тюрьмы с белогвардейцами, это реальность. Тут есть еще комментарий по поводу Паустовского Карабагаза, где красные привезли белых и бросили в песках без еды и воды. Я посмотрела краткое содержание. Да, это было, но только наоборот. Белые привезли красных и бросили в песках без еды и воды. Увезли, наверное, на борже. На боржу потом увезли обратно. Елена Анатольевна, почему у вас нет своего канала? А мне лень с ним возиться. Да и зачем? Меня вполне Ленру устраивает. Можете ли вы подробно рассказать про дело РОВС 30-х годов? Пишут, что более двух тысяч человек проходило и всех расстреляли. Дело РОВС проходило в 37-м году и проходило оно, скорее всего, обычным образом, поэтому конкретно про него ничего сказать не могу. То есть, по-видимому, всем проходящим по этому делу шили связи с Белой эмиграцией, с РОВС, но кто-то реально был с ними связан, а кого-то замели. В общем, это обычное дело времен репрессий. Пускай расскажут, что устроили после покушения на Ленина или что было в Крыму и Севастополе, когда людей в боржах выводили в море и топили. Для тех, кто в танке. Практически весь ролик посвящен тому, что было после покушения на Ленина. И если товарищ этого не услышал, я не знаю, как я могу ему ответить. Вот как? А вот дальше прелестно. Глубина в лисием носу не более трех метров. Это касательно письма, когда врагов народа сажали в боржи и топили в лисием носу. Но это в наши дни. А какая там была глубина в 17-е по 20-е годы можно определить только по морским картам. Тех лечит раннее лето. Рельеф и глубина дна в реках меняются каждый год из-за ледохода и разлива. Может, такая же смена происходит и в морских заливах. Но там не нужны до тех лет. Можно сказать, что уже при Петре Первом купеческие корабли, я специально узнавала, которые приходили в Санкт-Петербург, перегружались в Кронштадте. Осадка у них была где-то полтора, два, два с половиной метра. То есть уже тогда глубина маркизовой лужи не позволяла ходить по нему купеческим кораблям. И перегрузка в Кронштадте была до тех пор, пока не вырыли морской канал. А в лисием носу никогда порт даже не пытались устроить, сделать. То есть там, надо полагать, было еще мельче. Ну, как сейчас. Алексей Щербаков, как раз, который тогда присутствовал на первом ролике по коронавирусу, именно он и рассказывал, как он пытался там искупаться и прошел полупути до Кронштадта, где-то как раз на уровне лисиего носа. Так что тут все четко. А как же расстрелы и утопления морских водских офицеров в Крыму просто было или нет? Какие имеются в виду расстрелы и утопления морских офицеров? В каком году? В 1917-м их стреляли и топили морячки, но большевики тут были ни при чем, они просто не успели. Их влияние было на Черноморском фронте невелико, там больше рулили анархисты. Ну, и порядки на флоте были такие, что удивляться тут как-то, в общем, нечему. А сколько невинных людей было расстреляно в Питере после убийства скота Урицкого? Или это также вранье? Опять же, для тех, кто в танке. Весь ролик посвящен тому, сколько скотов, которые собирались готовить белогвардейские репрессии, когда город возьмет белые войска, было расстреляно после убийства Урицкого. Что я вообще не понимаю, что у нас за моралью образованы части населения? Почему как милиционер, так сволочь, а как уголовник, так нечто романтичное? Это что, от глубокого сходства интеллигентской уголовной психологии? Откуда вот такая любовь к уголовникам, к террористам? Откуда она взялась? Не понимаю. Может, если кто-то понимает, объясните в комментариях, что ли. Слушать, конечно, интересно, но если что-то сделали большевики, то это эксцесс-исполнители. А если их противники, то целенаправленная политика. Но я не скажу, что у их противников целенаправленная политика уже до конца, у них тоже было много эксцессов. Но кое-чем они все-таки отличались, потому что большевиков за эксцессы, авторы этих эксцессов карали вплоть до расстрела. Если вы помните сцену в Павке Корчагине, когда командир Атышей приказал на месте расстрелять двух изнасиловавших женщину красноармейцев, то это как раз типично большевистский случай. А у Белых за эксцессы не карали. У кого было больше эксцессов? Там, где наказывали, где не наказывают. Ну и не говоря уже о том, что красные были победителями, то есть они были менее заинтересованы в терроре, именно как победителей. Ну и не говоря уже о том, что у красных была все-таки значительно большая социальная база. Поскольку господа, они как не хотели, но социальную базу больше 10-15%, ну никак не могли рассчитывать. Ни при каком раскладе. Ну вот, как-то вроде бы все. На вопросы я ответила. Так что буду отслеживать ситуацию с коронавирусом. И надеюсь, что мы еще встретимся в ближайшее время. И пишите в этом ролике вопросы по всем прошлым роликам. Я постараюсь на них ответить. Перепишите их еще раз. Все, за всем и прощаюсь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok